Какие-то прямые угрозы того, что мою семью могут лишить гражданства, поступили, когда я собирался баллотироваться на выборы в Госдуму. Моя семья приехала в Россию в 95-м году. Мне тогда был один год. Никаких проблем за 20 лет не было. Я всю жизнь боялся участвовать в акциях протеста, потому что с детства сталкивался с различного рода дискриминациями. Я впервые в жизни сходил на марш в памяти Немцова и ощутил вот себя частью чего-то большего. Это дело не только против меня, но и в целом, чтобы запугать других нерусских россиян. Нам неизвестны случаи, когда лишали российского гражданства в последние годы по политическим причинам. Я не думаю, что эта практика будет массовой, но я думаю, что эти случаи могут дальше возникать. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Привет! Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Гость нашего сегодняшнего подкаста – Аршак Макичан. Он один из российских активистов международного движения «Fridays for Future». Его вдохновила школьная забастовка экоактивистки из Швеции Греты Тунберг. Почти два года каждую пятницу Аршак в России выходил на акции за решение проблемы изменения климата. Потом началась пандемия, акции перешли в онлайн, а Аршак продолжил активизм, в том числе уже не только экологический, но и политический активизм. Вторжение России в Украину совпало с регистрацией как раз брака Аршака Макичана и активистки Полины Олейниковой. Молодая семья очень активно выступала против войны, а вскоре уехала за границу. И вот там-то Аршак Макичан узнал, что, оказывается, в мае прокуратура решила, что российское гражданство ему не положено. Это при том, что Аршака Макичана в годовалом возрасте родители привезли в Россию и, собственно, оформляли все документы, и раньше никаких проблем не было. И буквально вот на днях суд постановил лишить российского гражданства и Аршака Макичана, и его отца, и двоих братьев. По мнению Аршака Макичана, его и его семью лишили российского гражданства вовсе не из-за каких-то ошибок в документах, которые нашла прокуратура и подтвердил суд, а именно из-за принципиальной, активной гражданской и политической позиции Аршака. И мы созвонились с Аршаком Макичаном и расспросили его о том, как вообще все это стало возможно и какие у него дальше планы на жизнь. Это все началось, наверное, с самого первого моего пикета, потому что изначально для меня было очевидно, что если ты занимаешься активизмом, российцы настроены серьезно, то это может садить не только тебя, но и твоих близких. И мне кажется, с таким осознанием сталкиваются практически все активисты, которые хоть как-то участвуют в политической жизни. А какие-то прямые угрозы того, что мою семью могут лишить гражданства, поступили, когда я собирался баллотироваться на выборы в Госдуму. У меня были договоренности с Яблоком, они согласились меня выдвинуть по 199 округу в Москве. Я несколько месяцев готовился к своей предвыборной кампании. Предварительная кампания была довольно успешная, но в последний день Яблоко передумало меня выдвигать, и потом мне в приватной беседе один из руководителей Яблока сказал, что к ним поступили такие угрозы, что в случае моего выдвижения против моей семьи начнут такой процесс. Но я этому тогда не поверил. Я подумал, что это невозможно. Мне показалось, что Яблоко пытается найти оправдание тому, что меня не выдвинули, как и многих других кандидатов тогда не выдвинули. И просто я продолжил свой активизм. Я продолжил выходить на улицы. Уже не каждую пятницу я немного поменял свою стратегию. Я больше работал в соцсетях. Как началась война, наша жизнь сильно изменилась. Я активно выступал против войны. Первый месяц мы выходили на протесты. Давали каждый день довольно много интервью, потому что наша свадьба завирусилась в интернете, так как пришлось на 24 февраля. Это была какая-то случайность. Но я на рубашке написал факт того, и у Полины было синее платье и желтые цветы. Мы давали много интервью, много высказывались против войны в Украине. Требовали эмбарго на ископаемое топливо из России. Когда стало очевидно, что открытое противостояние к власти больше не работает, потому что первый месяц войны там более 15 тысяч человек одержали. Выявились какие-то новые законопроекты. Мы решили уехать в Германию, потому что хотели подумать, как все же продолжать наш активизм, как продолжать наши жизни, потому что Россия из авторитарного режима быстро превращалась в диктатуру, где открытые формы протеста уже не так эффективны. В итоге мы собирались возвращаться в Россию, несмотря на все риски. Я про это написал у себя в Фейсбуке, и через несколько недель ко мне пришло письмо на госуслуги, что против меня и моей семьи начали гражданское дело. Я тогда удивился и не понял, что это такое. Посоветовался с юристами, они сказали, что надо съездить, ознакомиться. Отец поехал, получил материалы дела, и оказалось, что да, нас хотят лишить гражданства. Первые суды были в июне, это довольно долго длилось. И вот в конце октября было принято решение, причем принято это было как-то очень странно, потому что сам суд был, по-моему, 25 октября, и нам сказали, чтобы мы им позвонили, и само решение мы узнали, да, практически через где-то неделю. И в целом процесс очень странно шел. Было очевидно, что да, они там куда-то звонят, согласовывают решение, было очевидно, что это что-то политическое. И мне кажется, вот те люди, которые, ну, организовывали это дело, они сами не понимают, насколько это опасный путь. Когда начиная такого типа дела, которые юридически в итоге могут позволить депортировать людей из страны, убирать имущество и распределять между более лояльными, ну, это просто приведет к какой-то катастрофе. И поэтому я до сих пор пытаюсь выступать против всего того, что происходит, говорю, насколько это все опасно. Как вы стали гражданином России? Когда ваша семья приехала в Россию? При каких обстоятельствах? И как вы, собственно, оформляли российское гражданство? Моя семья приехала в Россию в 95-м году. Мне тогда был один год. То есть, как все эти процессы шли, ну, мне сложно довольно рассказывать, потому что я был ребенком. Семья переехала, отец тут работал и постепенно оформлял документы, как это происходит. Ничего удивительного, там огромное количество людей проезжало в Россию в 90-е годы из других стран. В Армении тогда была война, и было много очевидных причин уезжать из Армении, потому что там было сложно прокормить трех детей тогда еще. И поэтому моя семья переехала в Россию. И постепенно у нас тут жизнь налаживалась. Я ходил в школу с детства в России, учился потом в центральной музыкальной школе, потом в колледже при консерватории, потом в самой консерватории. Ну, то есть, проблем не было. Ну, все эти комментарии, которые пишут, что вот, посмотрите, у него армянская фамилия и армянское имя, пускай поезжает в свою Армению. Ну, в России очень много людей живут без русских имен, русских фамилий, и это на самом деле нормально. Поэтому очень странно, что сейчас по телевизору нам транслируют, что они там деноцифицируют Украину. На самом деле, вот у нас с этим огромные проблемы в России, и вот это конкретное дело, это какое-то проявление нацизма именно на государственном уровне. И плюс еще, да, конечно, огромное количество каких-то комментариев, читая от ботов, наверное, но и, наверное, от настоящих людей. Аршак, скажите, до лета 2022 года когда-нибудь к вам, к вашей семье предъявляли претензии, там, из Министерства юстиции кто-то, из каких-то других органов правоохранительных, связанные с тем, что у вас как-то неправильно оформлено гражданство? Или, например, когда вы паспорт получали, или загранпаспорт, или российский, они же тоже это все проверяют в этот момент? Нет, никаких проблем за сколько лет? 20 лет не было. Я, насколько я знаю, мы получили гражданство в 2004 году, да, сейчас в 2022. В самом иске там было написано две причины. Одна из них, что дом, где мы зарегистрированы, находится в плохом состоянии, но в таком же плохом состоянии в России огромное количество домов находится. И, ну, мы там уже просто давно не живем, так как мы учились в Москве. А вторая причина была в том, что у них там какие-то документы утеряны, и, соответственно, отец предоставил ложные сведения, да. Ну, то есть, получается, у них документы утеряны или уничтожены. И в итоге в этом виноват мой отец. То есть, ну, это совершенно какой-то абсурд, и какую-то логику в этом деле искать невозможно, мне кажется. Чтобы разобраться немножко подробнее в юридических деталях этого дела, мы позвонили юристу Максиму Оленичеву. Он рассказал, что прокуратура обратилась с иском лишить Аршака и членов его семьи российского гражданства еще в мае 2022 года. И, по словам юриста, в качестве обоснования для такого иска представители прокуратуры указали, что за год до этого, весной 2021 года, они провели какую-то внутреннюю проверку и не нашли документы, которые бы подтвердили, что паспорт Аршаку выдали законным образом. И вот поэтому они пришли к выводу, что он не имеет права на российское гражданство. Максим Оленичев рассказывает подробнее. У нас шли разбирательства в течение полугода. Мы подали встречный иск, мы оспаривали само заключение, на основании которого МВД пришло к выводу о том, что Аршак не приобрел гражданство в связи с тем, что само МВД потеряло документы, которые подавались при подаче на гражданство. К сожалению, суд отказал в удовлетворении этого иска, и дело первое по иску прокуратуры было возобновлено. На наш взгляд, Аршак имеет все права на российское гражданство. Действительно, когда Аршак был несовершеннолетним, то документы на получение российского гражданства подавал его отец, указывая данные, в том числе своего паспорта и адрес регистрации. Это обязательные данные при подаче заявления на российское гражданство. Власти взяли эти документы, проверили, представили российское гражданство в установленном законном порядке, проверили регистрацию и действительность паспортов других членов семьи. Эти паспорта, которым пользовался Аршак и члены его семьи, неоднократно представлялись в органы государственной власти. Аршак поступил в консерваторию, закончил консерваторию. Члены его семьи также пользовались активно паспортами и получали и налоговый номер, и страхование в пенсионном фонде, и образование и так далее. Все эти документы неоднократно проверялись, но почему-то власти спустя много лет, только в 2021 году, решили провести законность выдачи паспорта и вообще приобретения Аршакома членами в семье российского гражданства. Для нас это странно, потому что достаточно много лет прошло, и власти признавали и гражданство, и паспорт. Но вдруг что-то случилось, что неведомо нам, и власти решили как раз предъявить такой иск, и суд его удовлетворил. На самом деле, с точки зрения процесса административного, именно власти должны доказать отсутствие оснований для получения Аршакома членов его семьи российского гражданства. То есть они должны доказать, что на момент, когда предъявлялись заявления о получении российского гражданства, либо были недостоверные сведения в них указаны, либо отсутствовали весь комплект необходимых документов. Но, на наш взгляд, власти не смогли этого доказать. Они предъявили акт обследования, который был составлен прокуратурой, о том, что дом, в котором зарегистрирован был Аршак и член его семьи, на момент приобретения гражданства, это было практически 15 лет назад, он тогда находился в разрушенном состоянии. Но обследование проводилось в 2021 году. То есть мы считаем, что так вообще не относится к делу, потому что не может спустя много лет устанавливать состояние дома. И это послужило одной из причин для удовлетворения иском. И также прокуратура представила опросы неизвестных нам лиц о том, что Аршак не проживал по этому адресу 15 лет назад. И этих свидетелей суд отказался допросить в процессе, тоже дал им свою оценку, и на основании этого тоже вынес решение о лишении Аршака российского гражданства. Мы потребовали у властей карточку формы 1П, которая всегда заполняется при выдаче паспорта, и документы, которые подтверждали бы рассмотрение вопросов приобретения российского гражданства. Потому что паспорт, который был выдан более 15 лет назад, Аршаку и членам его семьи, он должен был выдаваться на основании решения о приобретении гражданства и прохождения всех процедур, которые были предусмотрены в тот момент законодательством. И эти документы должны храниться в органах миграции. Но миграция сказала о том, что документы они потеряли и не могут предоставить в суд. Суд им поверил и на этом основании как раз заявил о том, что возможно эти документы и не представлялись много лет назад. И вот теперь после того, как вынесено решение суда о том, чтобы лишить гражданства и Аршака Макичана, и его отца, и двоих братьев, вся семья не вполне понимает, что это решение будет означать на практике и как оно практически будет выполняться. На самом деле тут очень много вопросов. Как это все будет происходить, я сам пока еще не знаю. Например, у меня диплом об окончании консерватории в Москве. Будет ли этот документ действительным или нет? Или, например, свидетельство о браке, это действительно документ, да? Или все мои документы, которые у меня есть, они недействительны? Как это все работает, я не знаю. И мне кажется, мало кто знает. И тут, конечно же, радоваться нечему, потому что даже я сейчас в Германии не очень понимаю, как я буду, ну, например, получать новую визу. На основании каких документов. Ситуация очень некомфортная. Это эти олигархи, которые там, ну, и не олигархи, а просто миллиардеры, которые отказываются от российского гражданства и говорят, что вот какие они хорошие, потому что они никак не связаны с путинским режимом. Ну, да, у них огромное количество привилегий, у них гражданство в разных странах в Европе. А когда ты остаешься человеком без гражданства, ты можешь как-то, наверное, легализоваться, и в России там есть какие-то инструменты, ты можешь получить какой-то документ, подтверждающий, что ты лицо без гражданства, но с таким документом очень неудобно потом жить. Как конкретно мы все это будем решать, я пока еще не знаю. По словам Максима Оленичева, если это решение вступит в силу и семью Аршака действительно лишат гражданства, то те члены его семьи, кто захочет оставаться в России, они смогут пройти такую процедуру идентификации и получить удостоверение лица без гражданства. Но такой документ накладывает некоторые ограничения, например, люди не смогут получать различные социальные выплаты и льготы, лишаться медицинской страховки, не смогут выезжать из России до тех пор, пока либо снова не получат российское гражданство, либо не получат гражданство другой страны. И для самого Аршака, который сейчас находится за границей, тоже есть несколько вариантов легализации. Например, по словам Максима Оленичева, он мог бы подать заявление на получение статуса беженца, но тут тоже все не так просто, потому что пока рассматривают это заявление, человек должен жить в специальном лагере, он не может его покидать и не может работать. Помимо беженства можно еще каким-то образом получить гражданство другой страны, но в целом, конечно, по словам Максима Оленичева, лишение гражданства в современном мире тянет за собой потерю сразу нескольких базовых прав. Когда людей лишают гражданства, то люди теряют часть базовых прав, потому что право передвижения, оно всегда связано с документами, удостоверяющими личность. Если у человека отсутствует гражданство, то право передвижения серьезно ограничено, выезжать из страны в страну будет практически невозможно. Люди лишаются доступа к социальным услугам, к медицинским услугам, лишаются права голосовать и участвовать в делах общества и государства. Случай Оршака показателен тем, что власти, не стесняясь, достаточно оперативно лишили Оршака членов его семьи за выступление Оршака против той политики войны, которую ведет Российская Федерация. Те люди, которые уехали из страны или еще находятся в стране и которые выступают против войны, конечно, они находятся в зоне риска, потому что кейс Оршака дает возможность судам мультиплицировать как раз результат, распространить это решение как один из вариантов лишения российского гражданства по политическим причинам. Из той практики, которая доступна мне и моей коллеге Ольге Подопленовой, мы вместе вели это дело, нам неизвестны случаи, когда лишали российского гражданства в последние годы по политическим причинам. Я не думаю, что эта практика будет массовой, но я думаю, что эти случаи могут дальше возникать. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотры Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чемпала-2. И сегодня мы разговариваем с Аршаком Макичаном, экологическим активистом, которого лишили российского гражданства. Вот вы убеждены, что вся эта история стала возможна с вами и вашей семьей только из-за того, что вы занимали какую-то активную позицию и, условно говоря, намозолили глаза кому-то там в прокуратуре или где-то еще. Отчасти да, но также мне кажется, что это дело не только против меня, но и в целом, чтобы запугать других нерусских россиян. Да, в России очень много разных людей живет. И просто так как я был таким показательным случаем, да, активист, который долгое время выходил на протесты по какой-то тематике и поддерживал Навального. Потом еще и против войны выступил, и все это довольно публично делал. Просто, наверное, нашли такого показательного человека, против которого можно такое дело начать, чтобы запугать других. Но я надеюсь, что это у них не сработает, что вот другие нерусские россияне там проявляют какую-то солидарность. В России огромная армянская диаспора, и мне пока еще странно, что они молчат. Я все же надеюсь на какую-то поддержку. Война в Украине — это ужасно, но все-таки у украинцев есть возможность как-то защищаться. У них есть поддержка со всего мира. А россияне в этом плане, ну, они беззащитны против этого полицейского государства. У нас только есть возможность проявлять друг другу солидарность и вместе как-то пытаться, ну, выступать против этого произвола. Аршак, а расскажите, пожалуйста, как вообще вы стали заниматься активизмом? Как вы пришли в экологический активизм? Как вы всем этим заинтересовались? И как давно? Ну, около четырех лет, получается, уже. Долгое время меня волновали различные проблемы экологические. Там пластиковое загрязнение, возгрязнение воздуха. Ну, какие-то очень очевидные вещи, которые сейчас уже всех волнуют. И в какой-то момент я узнал про забастовку за климат Гретты. Я сначала не очень понял, про что это, но заинтересовался, разобрался в этой сложной теме. Я понял, что это какая-то ужасно важная проблема, но в России никто по этой теме ничего не делал. И это еще совпало с каким-то моментом, что у меня чувство гражданского долга просыпалось, что я понимал, что в России что-то не то происходит, и что я должен как-то активнее в этом участвовать. Я всю жизнь боялся участвовать в акциях протестов, потому что с детства сталкивался с различного рода дискриминациями. В Подмосковье я жил, и там скинхады меня обижали условно. Но я понял, что я все-таки тоже часть этой России. Я впервые в жизни сходил на марш в памяти немцова и ощутил вот себя частью чего-то большего. Не только каким-то отдельным человеком, который вот, ну там, играет на скрипке и собирается делать себе карьеру. И я начал заниматься так потихоньку активизмом, разбираться в законодательстве по пикетам. Там оказалось, что у нас ничего нельзя, кроме одиночных пикетов. Тогда это еще можно было. Я начал выходить, и потихоньку у меня начало что-то получаться, несмотря на то, что, ну, я вообще не знал, как активизм работает. Просто начал это делать, потому что мне это казалось важным, и мне хотелось хоть что-то сделать. Потому что очевидно было, что просто там менять свои привычки, отказываться от одноразового пластика явно недостаточно. И в итоге я решил бросить скрипку. И в целом в последние годы основная моя деятельность — это была активизм. В чем именно это проявлялось, ваш экоактивизм? И вы говорите, у вас начало получаться. А что у вас начало получаться? Что именно? Я начал общаться с другими активистами, и вместе мы начали организовывать движение Fridays for Future в России. Конечно же, активизм — это не только пикет, то есть это и работа в соцсетях, и организационная работа в движении. Я ездил на конференцию по климату. Вот сейчас тоже конференция, и, к сожалению, я туда не смогу поехать. Я общался с другими активистами, и мы вместе организовывали забастовки за климат по всей России. У нас каждую пятницу по России выходило 5-7 городов. Мы вели соцсети, это тоже такая довольно сложная работа. Мы пытались даже как-то взаимодействовать с правительством. Когда я ездил на конференцию по климату в первый раз, мы там встречались с советником президента по климату. Потом передавали им наши требования. Мы взаимодействовали с различными НКО. То есть, если так посмотреть, то мы какую-то огромную работу проделали, что тему климата в России начали воспринимать как-то серьезнее. То есть, климатический кризис, он происходит и в России, но мало кто про это знает и говорит. Тайне многолетней мерзлоты, да, это опустынивание там в Дагестане и в других южных регионах. Мы не организовывали марши на сотни тысяч людей, в России не произошла зеленая революция, как это произошло в Европе. Но все-таки мы добились очень многого, я считаю. В России началась, появлялась экологическая политика. Но, конечно же, этого недостаточно. И в основном на конференциях вам по климату российская делегация продвигает какие-то свои политические цели. Ну, торгуются с другими более адекватными странами. И говорят, вот давайте мы сейчас не будем мешать переговорному процессу, а вы с нас снимите санкции. И вот чем-то таким постоянно Россия там занимается. Такая лицемерно ужасная политика происходит на конференциях ООН со стороны России. И, собственно говоря, я поэтому и ездил, пытался выводить их на чистую воду. Задавал там неудобные вопросы. Причины того, чтобы не любить меня, у них, конечно же, были. Аршак, а скажите, пожалуйста, вот находясь в Европе, вы продолжаете заниматься уличным активизмом? Выходите ли вы на улицы с какими-то пикетами, будь то экологическими или антивоенными сейчас? И насколько безопасно вы себя чувствуете, если выходите на такие акции? В том-то и проблема, что тут на пикеты выходить очень безопасно. В России ты чувствовал свою важность, когда ты выходишь на пикет, и ты чувствуешь, что ты рискуешь чем-то. И это по-настоящему какой-то протест. Тут в Европе ты просто вышел на пикет, и вроде как все хорошо. Как-то настроение какое-то, да, в этом случае странное, потому что, ну, во-первых, в Европе люди не очень понимают, что происходит. Как-то, мне кажется, активисты из России, и тем более украинцы, больше ощущается, что действительно наша жизнь обрушилась, и мы ощущаем эту войну. В Европе люди продолжают какую-то свою обычную жизнь, и, ну, как и в любой нормальной демократической стране, ты выходишь на пикет, и с тобой ничего не случается. Тебя даже там полицейские документы не проверяют. Я тут выходил на пикеты, когда у меня уже виза закончилась, но я все равно выходил, потому что, ну, что мне они сделают, тут полицейские вроде адекватные. Поэтому тут совершенно активизм другой, тут активисты, они умеют организовывать огромные протесты, десятки тысяч людей, а у нас в России попробуют согласовать пикет на 100 человек. Нам постоянно не согласовывали, у нас такого опыта мало просто. И поэтому тут совершенно иначе как-то люди занимаются активизмом, и я просто чувствую себя тут немного чужим. Я россиянин, я жил всю жизнь своей в России, и мне хотелось все-таки заниматься активизмом в России, но тут я тоже пытаюсь что-то делать, хоть какого-то чувства, что я на своем месте, у меня нет. Я такой в растерянности нахожусь, да, тем более сейчас, когда, ну, мои документы практически обнулили. Я скучаю по своей стране, по своей жизни, да, и тут совершенно все иначе. Тут люди просто живут, занимаются активизмом в свободное время, и для них это не что-то, за что они готовы, да, там рисковать своей свободой, да, потому что тут активизм — это что-то нормальное. Для меня в такой ситуации просто странно находиться. Как вы себе видите свое ближайшее будущее с учетом того, что вы фактически остались сейчас человеком без гражданства? Я не знаю, я сейчас обсуждаю это с юристами, и мы пытаемся найти какие-то решения. Я сейчас пытаюсь обращаться к европейским политикам, чтобы они предложили решение для таких людей, как я, потому что, возможно, это первый кейс из России, но не последний. Если какого-то решения не будет, то есть несколько других вариантов, менее желательных для меня. Один из них — это убежище, но в этом случае я просто застряну в Германии на какое-то время и не смогу видеться там со своей партнеркой. И плюс еще я не смогу работать. Я по своей национальности имею право на армянское гражданство, но в этом плане это тоже какой-то вариант не очень желательный, потому что у России огромное количество рычагов влияния на Армению, и в Армении для меня, конечно же, будет не очень безопасно. И плюс еще, да, конечно же, в Армении я не смогу найти работу и в целом продолжать какую-то свою эффективную деятельность. Я все-таки российский армянин, я всю жизнь прожил в России, и в Армении тоже такая опасная ситуация, там в любой момент может начаться война, и я все же поддерживаю Армению и поддерживаю народ Арцаха, который пытается, да, защищать тебя от того, что происходит, но все же я не умею воевать, и я могу миру приносить пользу как-то иначе. Я сейчас пытаюсь найти работу, заниматься каким-то образованием, чтобы и найти, да, какой-то профессиональный опыт, который мне потом в будущем будет полезен, когда Россия станет свободной, и я смогу заниматься политикой в своей стране. То есть скрипку вы отложили уже совсем навсегда? Я скрипку бросил, да, 4 года назад, потому что, ну, заниматься скрипкой и активизмом одновременно в России было невозможно, да, скрипка очень много ресурсов отнимает, потому что должен, там, заниматься по 4 часа в день, а еще работать и многое другое. То есть это было практически невозможно, и мне пришлось такой выбор сделать, и в целом я понял, что у меня неплохо получается заниматься общественной деятельностью, активизмом, и я собираюсь в этом направлении двигаться. Так, ну, я просто скрипку свою привез в Европу, и потом я ее продал, потому что нужны были деньги на какое-то первое время, пока я не найду работу. Аршак, а как вы думаете, когда вы сможете вернуться в Россию? Я сейчас боюсь давать какие-то прогнозы, потому что Россия такая непредсказуемая страна, а, например, у людей было ощущение, что они могут продолжать свою спокойную жизнь и никак не участвовать в политике, и с ними ничего не будет происходить. Сейчас эта ситуация изменилась, началась мобилизация, и, ну, просто тебя ловят на улице и отправляют на войну. Сейчас в группе риска уже не только активисты, но и вообще любой человек, который, ну, не хочет умирать. Для многих людей россиян сейчас становится очевидно, что что-то не так, и изменения, скорее всего, будут уже, там, в ближайшие несколько лет. Нам просто сейчас нужно как-то попытаться продолжать свою деятельность, продолжать примосить свою пользу в своей стране, говорить правду, потому что сейчас это очень сложно, пытаться помогать друг другу. Сейчас в сложной ситуации находится огромное количество людей и в России, и также в сложной ситуации находятся люди, которые, да, находятся в других странах. Вот у всех моих знакомых активистов практически проблемы с документами, визы довольно сложно получать, и надо, конечно же, да, пытаться как-то выживать, не сдаваться и стараться не идти на какие-то сделки с совестью. Ты не знаешь, что может спровоцировать изменения, но изменения все-таки они будут, потому что все, что делает Путин в последнее время, это ошибки, да, война, это была ужасная для него ошибка, и он тем самым не только Россию уничтожает, но и свой режим тоже. Аршак Макичян, один из российских активистов международного движения Fridays for Future, которого теперь хотят лишить российского гражданства, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова, и я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин